Но странная перемена произошла с моим отчимом. Вместо того, чтобы подружиться с соседями, которые вначале обрадовались, что Ройлет из Токмора навернулся в родовое гнездо, он заперся в усадьбе и очень редко выходил из дому, а если и выходил, то всякий раз затевал безобразную ссору с первым же человеком, который попадался ему на пути. Бешеная вспыльчивость, доходящая до иступления, передавалась по мужской линии всем представителям этого рода, а у моего отчима она, вероятно, еще более усилилась, благодаря долгому пребыванию в тропиках. Много было у него яростных столкновений с соседями. Два раза дело кончалось полицейским участком. Он сделался грозой всего селения. Нужно сказать, что он человек невероятной физической силы, и так как в припадке гнева совершенно не владеет собой, люди при встрече с ним буквально шарахались в сторону. На прошлой неделе он швырнул в реку местного кузнеца, и чтобы откупиться от публичного скандала, мне пришлось отдать все деньги, какие я могла собрать. Единственные друзья его, кочующие цыгане, он позволяет этим бродягам раскидывать шатры на небольшом заросшем ежевикой клочке земли, составляющем его родовое поместье, и порой кочуют вместе с ними, по целым неделям не возвращаясь домой. Еще есть у него страсть к животным, которых присылает ему из Индии один знакомый, и в настоящее время по его владениям свободно разгуливают гепард и павиан, наводя на жителей почти такой же страх, как и он сам. Из моих слов вы можете заключить, что мы с сестрой жили не слишком-то весело. Никто не хотел идти к нам в служение, и долгое время всю домашнюю работу мы исполняли сами. Сестре было всего 30 лет, когда она умерла, а у нее уже начинала пробиваться седина, такая же, как у меня. Так ваша сестра умерла? Она умерла ровно два года назад, и как раз о ее смерти я и хочу рассказать вам. Вы сами понимаете, что при таком образе жизни мы почти не встречались с людьми нашего возраста и нашего круга. Правда, у нас есть незамужняя тетка, сестра нашей матери, мисс Генория Вестфайл. Она живет близ Харроу, и время от времени нас отпускали погостить у нее. Два года назад моя сестра Джулия проводила у нее Рождество. Там она встретилась с основным майором флота, и он сделался ее женихом. Вернувшись домой, она рассказала о своей помолвке нашему отчиму. Отчим не возражал против ее замужества, но за две недели до свадьбы случилось ужасное событие, лишившее меня единственной подруги. Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись назад и положив голову на длинную подушку. Глаза его были закрыты. Теперь же он приподнял веки и взглянул на посетительницу. «Прошу вас рассказывать, не пропуская ни одной подробности», сказал он. «Мне легко быть точной, потому что все события тех ужасных дней врезались в мою память. Как я уже говорила, наш дом очень стар, и только одно крыло пригодно для жилья. В нижнем этаже размещаются спальни, гостиные же находятся в центре. В первой спальне спит доктор Ройлот, во второй спала моя сестра, а в третьей я. Спальни не сообщаются между собой, но все они имеют выход в один коридор». «Достаточно ли ясно, я рассказываю?» «Да, вполне». Окна всех трех спален выходят на лужайку. В ту роковую ночь доктор Ройлот рано удалился в свою комнату. Но мы знали, что он еще не лег, так как сестру мою долго беспокоил запах крепких индийских сигар, которые он имел привычку курить. Сестра не выносила этого запаха и пришла в мою комнату, где мы просидели некоторое время, болтая о ее предстоящем замужестве. В 11 часов она поднялась и хотела уйти, но у дверей остановилась и спросила меня. «Скажи, Эллен, не кажется ли тебе, будто кто-то свистит по ночам?» «Нет», — сказала я. «Надеюсь, что ты не свистишь во сне?» «Конечно, нет». «А в чем дело?» «В последнее время, часа в три ночи, мне ясно слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будет меня. Не могу понять, откуда он доносится. Быть может, из соседней комнаты? Хм, быть может, служайки? Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его?» «Нет, не слыхала. Может, свистят эти мерзкие цыгане?» «Очень возможно. Однако, если бы свист доносился служайке, ты тоже слышала бы его?» «Я сплю гораздо крепче тебя». «Впрочем, все это пустяки», — улыбнулась сестра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгновений я услышала, как щелкнул ключ в ее двери. «Вот как», — сказал Холмс. «Вы на ночь всегда запираетесь на ключ?» «Всегда». «А почему?» «Я, кажется, уже упомянула, что у доктора жили гепард и павиан. Мы чувствовали себя в безопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на ключ». «Понимаю. Прошу продолжать». Ночью я не могла уснуть. Смутное ощущение какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. Мы близнецы, а вы знаете, какими тонкими узами связаны столь родственные души? Ночь была жуткая. Выл ветер, дождь барабанил в окна, и вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжелый металлический предмет. Подбежав в комнате сестры, я увидела, что дверь тихонько колышется взад и вперед. Я становилась, пораженная ужасом, не понимая, что происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протягивая вперед руки, словно моля о помощи. Бросившись к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени сестры подогнулись, и она рухнула наземь. Она корчилась, словно нестерпимой боли, руки и ноги ее сводила судорогой. Сначала мне показалось, что она меня не узнает. Но когда я склонилась над ней, она вдруг вскрикнула. «Ой, я никогда не забуду ее страшного голоса!» «Боже мой, Эллен!» кричала она. «Лента! Пестрая лента!» Она пыталась еще что-то сказать, указывая пальцем в сторону комнаты доктора, но новый приступ судорог оборвал ее слова. Я вскочила и, громко крича, побежала за отчимом. Он уже спешил мне навстречу в ночном халате. Сестра была без сознания, когда он приблизился к ней. Он влил ей в рот коньяку и тотчас же послал за деревенским врачом. Но все усилия спасти ее были напрасны, и она скончалась, не приходя в сознание. «Такой был ужасный конец моей любимой сестры!» «Позвольте спросить», сказал Холмс. «Вы уверены, что слышали свист и ляск металла? Могли бы вы сказать это под присягой?» Об этом спрашивал меня исследователь. «Мне кажется, что я слышала эти звуки, однако меня могли ввести в заблуждение и завывание бури и потрескивание старого дома. Ваша сестра была одета?» «Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой спичечная коробка. Значит, она чиркнула спичкой и стала осматриваться, когда что-то испугало ее. Очень важная подробность. А каким выводом пришел следователь?» Он тщательно изучил все обстоятельства, ведь буйный характер доктора Ройлота был известен в сей округе, но ему так и не удалось найти маломальски удовлетворительную причину смерти моей сестры. Я показала наследствие, что дверь ее комнаты была заперта изнутри, а окна защищены снаружи старинными ставнями с широкими железными засовами. Стены были подвергнуты самому внимательному изучению, но они повсюду оказались очень прочными. Осмотр пола тоже не дал никаких результатов. Каминная труба широка, но ее перекрывают целых четыре вьюшки. Итак, нельзя сомневаться, что сестра, во время постигшей ее катастрофы, была совершенно одна. Никаких следов насилия обнаружить не удалось. А как насчет яда? Врачи исследовали ее, но не нашли ничего, что указывало бы на отравление. Что же, по-вашему, было причиной смерти? Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного потрясения, но я не представляю себе, кто мог бы ее так напугать. А цыгане были в то время в усадьбе? Да, цыгане почти всегда живут у нас. А что, по-вашему, могли означать ее слова о ленте, о пестрой ленте? Иногда мне казалось, что слова эти были сказаны просто в бреду, а иногда, что они относятся к цыганам. Но почему лента пестрая? Возможно, что пестрые платки, которые носят цыганки, внушили ей этот странный эпитет. Холмс покачал головой. Видимо, объяснение не удовлетворяло его. Это дело темное, сказал он. Прошу вас, продолжайте. Прошу вас, продолжайте.